МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы президента США, напомню, состоятся 5 ноября. Демократ Камала Харрис противостоит республиканцу Дональду Трампу. Это одна из самых экстраординарных кампаний за многие десятилетия. Но как бы ни развивались события, 20 января будущего года новый президент займет особняк по адресу округ Колумбия, Вашингтон, 16-00, Пенсильвания-авеню. Итак, впервые за последние два месяца предвыборной кампании с дебатов Трампа и Байдена в конце июня, минувшая неделя была относительно тихой в новостном плане. Оба кандидата и Харрис и Трамп сейчас готовятся к дебатам, которые пройдут во вторник, и которые могут стать самым важным событием оставшихся до выборов двух месяцев. Однако из связанных с избирательной кампанией новостей, Министерство юстиции США заявило, что Россия пыталась с помощью пропаганды и дезинформации через социальные сети и медиа оказать воздействие на американское общество, чтобы повлиять на исход выборов. В документах, опубликованных, в судебных документах, убраны имена, но можно понять, в какую сторону. Впрочем, Владимир Путин сегодня заявил, что предпочитает победу Харрис. Владимир Путин не первый раз такое говорит. Он говорит, что демократическая партия ему понятнее и предсказуемее. Но он впервые такое говорит про Харрис, надо отдать ему должное. А до этого он говорил, что он предпочитает победу Байдена. Я думаю, это такой троллинг, конечно. Ну да, все так понимают эту ситуацию. За день до этого санкции Соединенных Штатов были внесены, введены против сотрудников Арте, которые обвинялись в том числе в том, что подкармливали блогеров, которые, в свою очередь, поддерживают Трампа. Я бы добавил, что вот эти американские инфлуенсеры, вот эти блогеры консервативные, которые там замешаны в этом деле, они, по сведениям Министерства юстиции, не знали, с кем они имеют дело. Они не знали, что заказчик, это, в сущности, Россия, да, потому что были зарегистрированы компании американские, и через них делались заказы. Я бы, может быть, по слову сказал все-таки про интервью Камалы Харрис, потому что его очень ждали, и ждали, что... 30 августа она дала интервью СНР. Да-да-да. И ждали, что будет такой заметный скачок рейтинга. Но этого скачка не произошло, потому что оно было очень средним по качеству, это интервью, никаких откровений не было. Она, в общем, не сказала ничего, чего бы она ни говорила на своих предвыборных митингов, никаких неожиданных поворотов или обещаний. Но вот единственный момент мне понравился. Это когда Камала не стала отвечать на оскорбления Трампа. Она усмехнулась, сказала что-то вроде, ну, все те же старые приемы, а потом говорит, следующий вопрос, пожалуйста. То есть дала понять, что она не будет отвечать. Это было, конечно, заранее продумано, но это было, так сказано, достойно довольно-таки. Скачка не произошло, и сейчас положение остается все тем же, ноздря в ноздрю, или, как вот еще выражаются комментаторы, knife fighting in a phone booth, да, поножовщина в телефонной будке. Вот насколько тесное, плотное соперничество. Вот, судя по вчерашним данным, Харрис вырвалась вперед в четырех из семи фронтовых штатов. Это Мичиган, Висконсин, Невада и Джорджия. Трамп лидирует в двух, в Северной Каролине, Аризоне, в Пенсильвании, ничья. Но это преимущество крайне, крайне незначительно. Вот я специально проверил, например, в Джорджии это всего одна десятая процента. Это все еще очень мало. Я посмотрел 16-й год, посмотрел 20-й. Это гораздо меньше, чем было у Байдена в 20-м году и у Хиллари в 16-м. А Хиллари в итоге, напомню, проиграла. И, по всей видимости, ситуация останется такой до самых выборов, если не произойдет ничего экстраординарного. И недаром New York Times, по-моему, вчера, во вчерашнем номере, да, опубликовала в одном номере две колонки. Одна называется «Как выиграет Харрис», а другая «Как выиграет Трамп». И каждая по-своему убедительна. Глянцевые журналы сейчас публикуют обычно 50-60 обложек и продает их нужным аудиториям. New York Times мог бы также сегментировать свою аудиторию. Владимир, расскажите, пожалуйста, когда вы говорите, она не стала отвечать на оскорбления. Камала отказалась отвечать на оскорбления, или она просто отказалась от очередного неудобного вопроса, который ей задали? Ну, наверное, сторонники Трампа расценили это как отказ от неудобного вопроса. Речь шла об этом заявлении Трампа, что он, говорит, не знает, то ли она индианка, то ли она афроамериканка. Она, говорит, все время позиционировала себя как индианка, а вдруг стала, как стала кандидатом в президент, так вдруг превратилась в афроамериканку. Ну вот, считается, что это разыгрывание такой, значит, расовой карты. Понятно, что в ней есть и та, и другая кровь, и даже, кстати, белая кровь. Ничего в этом, никакой тайны нет, это везде написано. Кстати говоря, это тоже можно расценивать как такую подготовку к дебатам, потому что вот я уж сразу скажу, что вот Джеймс Карвилл, есть такой известный такой стратег демократической партии, политтехнолог, он советует Камеле не ввязываться в склопу, которую так любит Трамп. Дайте ему быть самим собой, говорит он, он сам себя утопит. Вот с этим, наверное, связано было требование команды Харрис не отключать микрофон. Можно я ворвусь тут? Потому что, на самом деле, во-первых, ABC News подтвердила, что микрофоны будут выключаться по очереди, то есть не будет открытых микрофонов все время. Да, Камела согласилась. Да, да. Я хочу сказать, что вот этот совет Карвилла, он обратный, то есть вы его интерпретируете в обратную сторону, он, по сути, советует Харрис спровоцировать Трампа на личной атаке, потому что это то, где Трамп, судя по почти всем данным и судя по мнению большинства экспертов и политтехнологов, причем не только демократических, но и республиканских, это то, где Трамп больше всего может потерять. Лунс, кажется, республиканский социолог сказал, что если бы Трамп был в состоянии говорить все время о policies, о сущностных вопросах, он бы выиграл, потому что он, по его оценкам, там на 10% опережает в вопросах Харрис, когда людям задают вопрос, кому они больше доверяют, в вопросах экономики, в вопросах иммиграции и, соответственно, национальной безопасности. И если бы выбор стоял между просто, какую политику вы выбираете, по мнению Лунса, Трамп бы легко победил. Но как только речь заходит о личных вопросах, Трамп проигрывает, и поэтому я думаю, что Карвилл как раз говорит о том, что надо, когда он говорит, надо Трампу дать быть собой, он фактически советует Харрис провоцировать во время дебатов Трампа на эти личные атаки. Более того, я сейчас... Да, совершенно верно, я согласен, да. Я читал сейчас о том, как оба кандидата в том или ином виде сейчас, несколько статей я прочитал, готовятся к дебатам. Харрис сейчас, по-моему, она вот удалилась вместе с командой. У нее по-настоящему будет репетиция дебатов, но то есть там будет человек, который будет представлять Трампа. Вот как мы с Романом сидим друг напротив друга. Вот так же Харрис сидит сидеть или стоять, я не знаю, напротив будет человек, который представляет Трампа. А известно, кто это? Да, я не помню его фамилию. Это человек... Филипп Рейнс его зовут? Да. Он работал в госдепе при Хиллари Клинтон и был очень близок с ней и играл ту же роль, когда она готовилась. Он изображал Трампа. В 2016 году он уже был Трампом. Да, да, да. Потому что говорят, что он очень похож на него по характеру, по темпераменту. И, кстати говоря, это тот самый Филипп Рейнс, который виноват в этой позорной ошибке, когда на кнопке написали перегрузку вместо перезагрузки. В демократической партии США есть свой штатный Трамп, который работает Трампом. Именно. Именно. Правда? Да, да, да. Именно. Привет. С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. 16.00 Пенсильвания-авеню. Это адрес Белого дома, и вы слушаете подкаст о выборах в США. Я Валентин Барышников, со мной в студии Роман Могучий, и с нами на связи Владимир Абаринов. Всем журналисты Радио Свобода в разном качестве рассказывающие его предвыборной кампании в США. В Харрис противостоит Трампу, который, в отличие от нее, обладает рекордным опытом президентских дебатов. Вот то, что сейчас у Трампа, это восьмые президентские дебаты, потому что у него были три с Клинтон, три с Байденом, и еще одни с Байденом в июле. У Харрис, во-первых, никогда не было президентских дебатов, но даже ее последние дебаты в праймарис были четыре, даже более, в 2019 году, пять лет назад. А нет, у нее были с Пенсом четыре года назад в вице-президентские. Но вы же сами говорили в прошлый раз, что она прокурор, что ее дебаты, это ее профессия. Вот, вот, это мы, это, нам все это предстоит узнать. У меня одновременно есть аргументы в обе стороны. Я, кстати, больше скажу, Харрис и Трамп раньше никогда лично не встречались. Да. Вот как-нибудь... Подождите, Трамп жертвовал на ее кампании в Калифорнии. Ну, для этого не нужно было встречаться. То есть у них нет никакого опыта личного общения. Как это будет работать, никто не знает. Про Харрис говорят, что она очень нервничает перед публичными выступлениями, склонна чрезмерно готовиться и чрезмерно углубляться в детали. И это ее может парализовать в каком-то смысле. Даже на интервью она выглядела, как такая прилежная ученица, которая хорошо выучила урок. У нее есть такая манера. Трамп, про которого мы знаем, поскольку он столько был на дебатах, что он не очень сильный дебатер. И вот только он в прах разметал Байдена на последних дебатах, потому что это Байден сам себя фактически. Байден просто, очевидно, вышел из возраста, когда он был способен к таким реальным дебатам. До этого Трамп никогда хорошо не дебатировал, но он чувствует себя гораздо свободнее, очевидно. И он даже не готовится, судя по всему, к дебатам в таком режиме, судя по описаниям. Он не проводит вот этих буквальных репетиций, где он противостоит какому-то человеку, который представляет собой оппонента. Известно, мы уже обсуждали, что Тулси Габбард, выдвигавшаяся в президенты среди демократов четыре года назад и дебатировавшая очень жестко с Харрис в дебатах в праймере с демократической партией, она теперь поддержала Трампа и помогает ему, но все равно она не выступает в роли Харрис. Она, очевидно, дает советы, как вывести Харрис из себя. Непонятно, как это может работать, потому что, если вспомнить, в чем, собственно, была тогда дискуссия между Габбард и Харрис пять лет назад, тогда Габбард атаковала Харрис слева. Она говорила, что Харрис слишком жесткий прокурор, который отправляет нас в тюрьму несчастных ребят, которые курят марихуану. Что она слишком жесткий прокурор, слишком жестко с преступностью. Трамп ничего такого сказать не может. Он считает, что Харрис наоборот. Она говорит, что Харрис, она попустительствует всяким эмигрантам, попустительствует всем. Вот это он жесткий и решительный борец с преступностью, жесткий и решительный борец с нелегальной эмиграцией. Все-таки Габбард хорошо знает Харрис, они как раз много общались лично. Я думаю, что и есть что рассказать. Да-да-да, без сомнения. Но просто мы видим, что Трамп, у него будет какая-то асимметричная, он по-другому как-то будет готовиться. Но важно понимать, очевидно, что Трамп рассматривает вопрос личных выпадов против Харрис, при том, что явно вокруг него есть советники, которые говорят ему быть дисциплинированным, говорить только о сущностных вопросах. Он был дисциплинированным в конце июня против Байдена. В состоянии ли он будет быть дисциплинированным против Харрис, если она будет пытаться его вывести из себя, это мы можем только увидеть. Это, видимо, ключевой момент кампании. Во-первых, может так оказаться, что никаких других дебатов не будет. Харрис отказывается согласовать какие-то дополнительные дебаты. Может оказаться, что это будут единственные дебаты. То есть будет кандидат, который провел одни дебаты и дал одно интервью? Ну нет, она, конечно, даст больше интервью. Я по-прежнему считаю, что она, возможно, просто в каком-то смысле не готова, потому что она кандидат в президенты чуть больше месяца. Она сейчас на ходу видно, как разрабатывается свои планы, свою платформу, свою программу. Она, например, меняет экономическую программу на глазах. Вот она тогда выступила за то, чтобы то, что мы потом на себя начали ограничение роста. Володя, вы сказали накручивание цен? Нет, вы как-то изящнее выживаете. Ну, взвинчивание цен. Неоправданный рост цен. Вот, значит, ограничение. Трамп после этого начал называть товарищ Харрис. В Советской России это называлось борьбой со спекуляциями. Да. Но Харрис сейчас, и она об этом говорила, как экономике возможностей. Она упоминала об этом своей очень хорошей речи на съезде. И сейчас она говорит всё больше о том, что нужно давать больше возможностей. Она обещает помочь стартапам, облегчить бремя на стартапы, помочь маленькому бизнесу, помочь тому, помочь всему. Она говорит всё время теперь об экономике возможностей. Она меняет подходы. И я думаю, что когда она, в конце концов, сформулирует всё до конца, она выйдет на иные интервью. Я думаю, что для неё, конечно, наступает момент истины. И интервью не интервью, а ей, конечно, на дебатах придётся всё-таки держать ответы, что-то отвечать. Вот я специально из этого интервью выписал. Такой, значит, был вопрос. Один из лозунгов вашей кампании – «Мы не вернёмся назад». Но что вы говорите избирателям, которые хотят вернуться, когда речь идёт об экономике, потому что продукты питания были дешевле, а жильё доступнее, когда Дональд Трамп был президентом? Она долго-долго говорила, как они поднимали с Байденом экономику из руин. Но на конкретный вопрос она ничего не сказала. По существу не ответила, пообещала только, что будет бороться с ростом цен, но как не объяснила. Вот это объяснение, почему для многих Трамп по-прежнему популярен. Интересная история произошла вот с этим обещанием Трампа отменить федеральный налог на чаевые для работников сферы услуг. Камула тут же, значит, подхватила эту идею, но сейчас замолчала, потому что серьёзные экономисты тут же ей сказали, не ей сказали, а публике сказали, что это плохая на самом деле идея. Это идея в интересах работодателя, потому что из официантов, гостиничной прислуги и так далее только одна треть платят федеральные налоги, а остальные и так, даже вместе с чаевыми, они зарабатывают так мало, что они не платят налогов вообще. А для работодателя это основание не повышать минимальную зарплату, которую и так я поразился. В сфере услуг минимальная зарплата 2 доллара 13 центов в час. Именно в расчёте на эти самые чаевые. Во всяком случае, вот я думаю, что на дебатах ей придётся всё-таки какие-то более содержательные комментарии говорить. Ну, это без сомнения так. Это без сомнения так. И очевидно, что Трамп будет атаковать её с этой точки зрения, говорить, что она коммунистка. Другое дело, что я видел, что Камала Харрис и её компания тоже это видели, потому что они репостили это. Анализ, что экономический план Трампа ухудшит экономическую ситуацию в стране, загонит страну в больший долг и ограничит рост ВВП. Понятны аргументы с обеих сторон, какие будут. Вопрос, насколько они будут выглядеть убедительными. И, может быть, это то, ради чего они исходятся, и люди будут их впервые видеть рядом. Насколько Камала Харрис в состоянии быть выглядит так, что она готова управлять страной. Про Доналда Трампа мы знаем, что он был президентом, но насколько он готов снова быть президентом страны. Прошло ещё 4 года с тех пор, как он был в последний раз. И после последнего раза не все были в восторге. — Ну, слушайте, никто никогда. Сейчас, кстати, гораздо больше людей одобряют то, каким он был президентом, чем непосредственно тогда, когда он ушёл. Но это можно сказать практически про всех. Например, Джордж Буш, когда уходил, Джордж Буш младший, все говорили, какой ужасный президент. А сейчас рейтинг Джорджа Буша очень высокий. Более того, говоря о рейтингах, сейчас рейтинги Джо Байдена необычайно высоки. Наверное, они никогда не были такими хорошими. — Люди забывают плохое и помнят хорошее. — Ну, они, да, пока не надо... — Свостом памяти. — Да, и когда... Ну, даже вот Байден, в принципе, и сейчас президент, ну, а когда люди не чувствуют, что они привязаны к нему ещё на четыре года, сразу кажется, в общем-то, гораздо лучше, чем был ещё несколько, два месяца назад. — Мне кажется, что надо ещё всегда иметь в виду так называемый октябрьский сюрприз, который почти на каждом, в каждом избирательном цикле существует и так или иначе срабатывает. Не знаю, коллеги, может быть, у вас есть какие-то предположения? — Мне кажется, после нынешней кампании, когда сюрпризы начались в мае, когда Трамп стал единственным бывшим президентом, которого признали виновным в уголовных преступлениях, я не знаю, что ещё может произойти, кроме высадки инопланетян, что кого-то удивит. — Ну, во-первых, может быть, какой-то компромат, который припасён на самый последний момент. — Одному из кандидатов это точно не угрожает, потому что невозможно представить себе компромат. — Что мы знаем? Что мы можем ещё узнать про Дональда Трампа такое, что потрясёт мир? — Может быть, — Она, наверное, она тоже, с другой стороны, то, что называется ветирована, её проверяли, она вице-президент, и про неё все всё знают. Ну, вот сейчас мы узнаем, как она держит удар на личной атаке в личной встрече, но так трудно себе представить. — Так, ну, может быть, ещё приговор Трампу по Нью-Йоркскому делу. Его адвокатам не удалось променять юрисдикцию, перенести рассмотрение дела из Нью-Йорка в федеральный суд, и теперь судья, Хуан Мерчан, должен решить, выносить ли ему приговор, как было назначено 18 сентября, как он сам себе такую дату назначил, или отложить до выборов, чего требуют и на чём настаивают адвокаты Трампа. — Володя, вы совершенно правы, но это вот, обращаясь назад, единственное, что поменяло, действительно, это провал Байдена на дебатах, когда просто страна убедилась в том, что, на самом деле, большинство избирателей и так подозревали, но тут вот все убедились, что он слишком стар ещё для четырёх лет президентства. Всё остальное вообще, кажется, не меняло гонки, потому что все думали, ах, Трампа признают виновным, и от него отвернутся избиратели. Мне это вообще никак не повлияло. — А вот я придумал ещё один сюрприз. Отставка Байдена. Хамела становится президентом. — Я не знаю. Это у меня вызывает это только воспоминания о Ельцинском. Я ушёл, я устал, я ухожу, но, честно говоря, я не представляю себе, что это реалистичная вещь, и мне кажется, это все к этому плохо относятся. и избиратели, и Байден, и Харрис, и... — Подождите, а что это изменит? — Это ничего не изменит в том смысле, что это ничего не изменит по сути гонки. — Харрис будет избираться на один срок, а не на два, и всё. — Нет, 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 это не считается. Если она больше половины срока, тогда это считается за целый срок. — Нет, но это ничего не меняет, кроме того, что это будет восприниматься огромной манипуляцией, и непонятно, кто кроме республиканцев будет рад этому. Позвольте мне закончить вот это про приговор. То есть, вот на самом деле вот что может быть, что Трампа, Мерчан приговорит Трампа к заключению. Все говорят, что это не произойдёт, даже если он решит это сделать до выборов, вынести приговор, что, скорее всего, это будет не связано с лишением свободы. Но если представить себе, что да, вот Трампа отправляют в тюрьму, и последние полтора месяца до выборов он проводит кампанию с тюрьмой, что не является беспрецедентом в истории США, как мы обсуждали, это возможно себе представить. Наверное, тут... В России такое было с мэром Новгорода, и он победил. Или Нижнего Новгорода. В Америке тоже было с мэром... Юджон Добс участвовал в президентских выборах из тюремной камеры. Но Трампа не отправят, потому что, во-первых, они мгновенно подадут апелляцию, и, во-вторых, это вообще не так быстро происходит. У него нет криминального прошлого, это преступление не связано с насилием и так далее. Практически все так мягко сходятся, что речь не будет идти о лишении свободы. Но если вот представить, что его действительно посадили в тюрьму, тогда, да, может быть, избиратели просто... Ну, как-то это, на самом деле, сложная концепция голосовать за человека, который в данный момент находится в тюрьме, и как там дальше это будет. Но вот это было бы сентябрьско-октябрьским сюрпризом, но, по большому счету, в остальном, эта компания уже преподнесла все сюрпризы, которые только можно было представить, и многие, которые нельзя было представить. Поэтому я не особенно бы на это закладывался. Замечу только, что Харрис, она удивительным образом преподносит себя тоже агентом перемен. То есть, согласно Карбиеллу, которого вы упоминали, этому демократическому стратегу, автору фразы, которую мы уже упоминали пару недель назад, это экономика глупая, другая фраза из той же кампании 92-го года, это, что все выборы сводятся к тому, что это какие-то голосуешь за изменения или за больше того, что было. Так вот, Трамп, естественно, идет на выборы с тем, что вот он говорит, что администрация Байдена и Харрис, она завела страну в тупик, и он является агентом изменений. Но Харрис, она говорит же ее лозунг, что мы идем вперед, мы не оглядываемся назад, и она тоже представляет себя агентом перемен. Помните, Роман, как-то вы спрашивали, как вот Харрис может дистанцироваться от Байдена, от того, что она была вице-президентом Байдена три с половиной года. Но вот это теоретически невозможная задача, мы видим, как она практически воплощается, и Харрис такие дистанцируются, и она буквально, ее лозунг, что она идет в будущее, а Трамп это старая. Поэтому у нас нету как бы стороны, которая представляет прошлое, в смысле вот нынешнюю администрацию. У нас два новых кандидата, которые ведут в будущее, но очень разные. Со стороны Харрис, это звучит, конечно, я иду в будущее, а действующий президент остается в прошлом. Я понимаю, это политика глупой, но звучит довольно цинично. Но это то, что Карвел буквально говорит. Вот он, Карвел сейчас на каких-то, на одном из видеоклипов, которые я видел, соответственно, в эфире одной из телекомпаний, он говорил, что это просто буквально задача Харрис сейчас порвать с политикой Байдена и выдвигать новую, новую политику, говорить о чем-то новом. И, возможно, это будет работать, потому что, в конце концов, избиратель выбирает что-то новое. Ну, просто смешно, что на самом деле они оба говорят про друг друга как про что-то старое, то есть Трамп говорит, а, ну вот, смотрите, администрация Байдена и Харрис, а Харрис, смотрите, там, это вообще суперпрошлый Трамп с его администрацией, мы пойдем дальше, а это все уже, значит, это все давно забытое прошлое. И Трамп и смотрит в прошлое. Давайте мы на сегодня закончим, и я напоминаю, что это подкаст 16.00 Пенсильвания о меню, и это были Валентин Барышников, Владимир Абаринов и Робан Могучий. Субтитры создавал DimaTorzok